Народ, всем привет! Что-то давно у меня не было смартфонов на обзоре Oppo, и сегодня у меня Oppo! Ну раз так, сегодня у меня на обзоре будет Oppo Reno 5 Lite. Поговорим об этом смартфоне более подробно, расскажу, что он из себя представляет. И стоп, а где сам смартфон? А, точно, я забыл, он же у меня в кармане, потому что я им попользовался и уже сделал интересные снимки. Так что, если вам эта тема интересна, то присаживайтесь поудобнее и будем начинать. Погнали к обзору! Итак, народ, поскольку я этим смартфоном пользуюсь уже где-то две недели, в этом видео я вам хочу рассказать не только про функционал данного смартфона, но еще хочу также поделиться с вами своими впечатлениями и рассказать про опыт использования. Поэтому распаковки вы тут, конечно, не увидите, но показать, что идет в комплекте, мне, в принципе, не сложно. В комплекте у нас идет инструкция, гарантийный талон, скрепка для извлечения лотка под сим-карту, силиконовый прозрачный чехол, стерео-наушники со стандартным джеком 3,5 мм, кабель USB-C, USB-A, очень достаточно прочный, и блок питания со стандартным выходом USB рассчитан на 30 Вт. И да, телефон поддержит быструю зарядку. И да, самое главное не сказал, на телефоне у нас сразу наклеена защитная пленка. По дизайну у нас смартфон получился такой строгий и минималистичный. Сзади, как можете заметить, у нас используется такой серо-синий градиент. Смотрится реально очень стильно и красиво. На задней части у нас расположен блок из четырех камер, но рядом установлена вспышка. С одной стороны у нас имеются кнопки регулировки громкости, чуть выше у нас имеется лоток под сим-карту. С другой стороны у нас имеется кнопка блокировки-разблокировки экрана. Ну а в нижней части смартфона тут у нас имеется динамик, разъем под стандартные наушники 3,5 мм и разъем Type-C. И знаете, наверное, скоро дойдет до того, что мы про разъем Type-C вообще говорить не будем, потому что все уважающиеся такие крупные компании, они уже просто обязаны ставить сюда Type-C. Поставить не Type-C это просто недопустимо. Смартфон управляется операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Color S11. Многое, конечно, можно настроить и в целом реально выглядит очень стильно и красиво. На борту у нас стоит восьминдерный процессор Mediatek Helio P95. И как показывает себя смартфон в тестах, можете увидеть у себя сейчас на экране. Также в смартфоне установлено 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. И как по мне, так этого более чем достаточно, тем более для смартфона среднебюджетного сегмента. А сейчас мы постепенно подходим к самым интересным особенностям смартфона. И начнем мы, конечно же, сейчас с экрана. Значит, тут у нас установлен 6,04 дюйма AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 точек. И знаете, это тот случай, как у меня друг однажды сказал, что брать смартфоны без AMOLED-экрана это просто выбросить деньги на ветер. Потому что, как бы ни были хороши IPS-экраны, AMOLED все-таки лучше. И с одной стороны, я тут с ним согласен. Потому что здесь вы реально получаете насыщенные краски. Черные тона, они будут реально черными, а не какими-то там серо-синими. В общем, дисплей тут реально зачетный. Ну а сейчас, друзья, мы дошли до самого интересного. Это, конечно же, камеры. Значит, в смартфоне у нас установлена основная камера на 48 мегапикселей. Само собой, поддерживается искусственный интеллект для обработки фотографий. Здесь, конечно же, у нас есть все современные технологии. Это портретный режим, есть макросъемка, есть сверхширокоугольная съемка и многое другое. И давайте сделаем так. Чтобы я вам не рассказывал, как хорошо или как плохо фотографирует этот смартфон, я сейчас покажу вам фотографии, и вы сделаете, собственно, сами свои выводы. Ну а теперь давайте поговорим про видеосъемку, потому что тут тоже есть несколько интересных фишек. Но, опять же, для начала мы посмотрим просто качество съемки в обычном режиме. Камера смартфона у нас снимает максимально только 4К 30 кадров в секунду. И даже если вы поставите Full HD, то 60 кадров у вас все равно не будет. Только 30 кадров. Видимо, это какое-то программное ограничение. Итак, народ, сейчас снимаю на основную камеру. Можете оценить качество картинки, уровень стабилизации и качество звука. И делайте, как всегда, выводы только самостоятельно. Ну а сейчас, друзья, добро пожаловать. Ну а сейчас, друзья, давайте поговорим про фишки видеосъемки, а именно про съемку с двух ракурсов. Что это такое? В этом смартфоне у нас имеется такая функция, которая позволяет снимать видео сразу одновременно и с основной камерой, и фронтальной. Все это синхронизируется в один видеофайл с наложением одного видео как бы на другое. На самом деле штука реально прикольная. Эта функция, конечно, не в новинку, но в то же время мало где применяется именно в стоковом режиме. Зато вы не поверите, как раньше я вот прям очень-очень сильно хотел какой-нибудь смартфон с хорошей камерой, который позволит мне делать именно вот такую вот съемку. Потому что мне, как для блогера, было бы очень полезно, знаете, когда ты показываешь сразу во влогах и местность, и в то же время камера тебя снимает. Сразу как бы интересно посмотреть, понаблюдать и за автором, и за тем, что автор показывает, о чем идет речь. В общем, народ, на дворе у нас 12 часов ночи, а я себя снимаю в двухоконном режиме. Можете оценить, как меня видно, как меня слышно. В целом это вот так вот будет выглядеть. То есть я могу просто показать вам, что творится у меня в квартире, собственно, и вы будете еще наблюдать за мной, как за автором. Кстати, эту иконку еще можно перемещать. Вот прям вот так вот. Все. Готово. Ну-ка. Сюда. Вот так, наверное, лучше. Что реально есть еще интересного в этом смартфоне? Значит, тут у нас имеется подэкранный сканер отпечатка пальцев. Работает реально очень быстро. И, как я уже говорил ранее, это, наверное, самое удобное и самое такое инновационное хорошее решение. Потому что здесь находится это все посередине, спереди. Вам не нужно никуда тянуться. Можно разблокировать как левой рукой, так и правой. Ну, соответственно, большим пальцем. Это, мне кажется, самое удобное решение. А не то, что там на какую-то кнопку нажимать сзади, либо сбоку, либо сверху, как некоторые производители до сих пор делают. В общем, это, мне кажется, самое классное решение. Также у этого смартфона у нас имеется NFC-модуль. И да, мы можем оплачивать им покупки в магазинах. И, как по мне, так это, наверное, уже должна быть такая базовая функция, которая должна быть вообще в любом смартфоне. То есть, знаете, как 3G, как 4G. То есть, без этого уже никуда. Потому что это реально очень удобно. Ты подошел, захотел, там, деньги снял с банкомата. Есть такие банкоматы в Екатеринбурге. Вообще без проблем. Я уже даже с собой карточку перестал брать. Но наличкой я уже года 2 не пользуюсь. Мелочью, так вообще не помню, когда последний раз. Потому что, ну, тут у тебя все в одном. Камера, телефон. Захотел, рассчитался в магазинах кошельком своим. То есть, это все удобно. Ну, а сейчас давайте протестируем этот смартфон в играх. Могу вам сразу сказать, что мы можем вызвать мастера игр. Тут мы можем посмотреть нагрузку на процессор, нагрузку на видеоядро. Также количество кадров в секунду. Потому что не во всех играх это отображается. Также можно сделать запись экрана игры или скриншот экрана. Ну и, конечно, можно настроить всевозможные настройки и уведомления. Так, чтобы играть можно было еще комфортней. И, кстати, этот ланчер мне пока что больше всех понравился. Из того, что я видел у других производителей смартфонов. Итак, первой нашей игрой в тестах это будет Asphalt 9. И тут, как можете заметить, все у нас идет отлично. Графика хорошая. Ничего не тормозит. Играть можно без проблем. Пробуем запустить PUBG. О, тут у нас даже Влад Филатов есть. Ну, можно ему передать привет от Коляна. Так, запускаем игру. Ну, что сказать. Игра идет. Тоже довольно неплохо. Пробуем кого-нибудь замочить. О, слушайте. Да мне в киберспортсмены нужно податься. Прикольно. Так, ну, думаю, третьей нашей игрой в списке будет Warface. Так, сразу можем заметить то, что графика у нас вполне неплохая. Пробуем пробежаться. Да, в целом неплохо. Вполне годный девайс. Даже можно поиграть в какие-нибудь игры. Ну, что, друзья. Вот такой вот у нас был смартфон на обзоре. Oppo Reno 5 Lite. Как всегда, все ссылочки будут в описании. Можете перейти, более подробно ознакомиться. Ну, и, конечно же, пишите в комментариях, как он вам понравился или нет. Ну, и, как всегда, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На сегодня это все. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok